Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий интересный вопрос. Насколько мы, принадлежащие к православной церкви, имеем право пытаться толковать Библию? Не хотелось бы попасть в какое-то неопятидесятничество, где кто угодно и как угодно толкует. Возможно ли, что у конкретных отрытков в Библии не один главный смысл, о котором говорят стоятцы, а есть некоторый список духовных явлений и приложений? Дальше автор приводит примеры своей собственной жизни, но на нем мы останавливаться не будем. Итак, толкование Библии. Можем ли мы сами открыть библейский текст? Подумать и сказать, а тут имелось в виду то-то и то-то. Путь этот, сразу скажу, забегая наперед, небезопасный. Потому что для того, чтобы плавать в библейском тексте, особенно Ветхого Завета, ну, давай сейчас становимся на новом, надо очень много знать. Надо знать исторический контекст. Надо прям дышать жизнью человека той эпохи. Прекрасно представлять, какие монеты там использовались, какой климат, какое географическое расположение, какие политические обстоятельства были в ту или иную эпоху, какие партии и секты находились, чем жил иудей той эпохи, грек, римлянин, чем жила Галилея, чем жил Израиль, Иерусалим, иудея, чем отличалась от Самарии, какое отношение к женщинам было, к детям, к Ветхому Завету, к греческой литературе, к греческим богам. Нам надо очень много знать, во-первых. Во-вторых, помнить, что в Писании 70 лиц. И уж если мы видим какой-то текст, то в нем есть не только исторический контекст, но и символический, тропологический, аккомодативный, буквальный смысл. И есть опасности, которые не смогли обойти даже святые отцы древности все считать только историческим или все считать только аллегорическим. За каждым городом, за каждым названием, за каждой цифрой стоит какой-то глубокий символический смысл, который надо разгадать. И в такие дебри заходили, что ого-огошечки, в частности, отцы Александрийские. Такая их специфика, их толкование. Антиохийцы больше смотрели на историзм. А современные богословы, библеисты, они высматривают. Так, вот эта фраза была добавлена впервые в III веке, а вот эта в IV. А вот этой нету. В пяти рукописях. Но в одной есть. Но она древнее. И бывает, мы читаем синодальный перевод. И думаем, вот, значит, что-то и то-то. А если покопаться в библистике, мне кажется, вообще эта фраза-то в III веке только появилась. Или уточнение некоторое добавилось. Оно не противоречит духу библейскому. Но ты на этом слове целую концепцию выстраиваешь. Что вот это обязательно, видишь, так в Писании написано. Ну, дошло оно к XXI веку в таком виде. Ну, и хорошо. Ну, изначально этого смысла не было. Но для церкви это полезно. Можете покопаться в исследованиях, в источниках, в текстологии Нового Завета Брюса Мецгера, других авторов. Может быть, вам это будет интересно. Ну, и в конечном итоге, посмотрите, кто толковал Писание. Ближайшие современники, апостолов и их учеников. Те отцы, которые во втором, в третьем поколении апостольском общались с теми, кто слышал слова апостола Петра, Павла или Якова, или кого-нибудь из семидесяти апостолов. Ведь Библия — это форма священного предания. Она не живет отдельно от него. Им она проверяется и не может ему противоречить. И необходимо учитывать ту атмосферу, в которой Библия появилась. Церковь в каком году появилась? Ну, сразу же после, через сколько там? Через 50 дней после воскрешения Господа нашего Иисуса Христа. Мы отмечаем этот день, день Пятидесятницы, день схождения Духа Святого на апостолов, день Святой Троицы. Этот день считается днем рождения Церкви. Какие из текстов Нового Завета были написаны к этому моменту? Ни одного. О, апостол Павел еще гнал христиан в это время. И самих апостолов гнал. А ведь его и принадлежит больше количества, больше половины книг Нового Завета. Заметьте. Как же так? Церковь есть, а книги нет. Ведь мы же религия книги. Есть ислам без Корана. Большой вопрос. Это книга божественная, сошедшая с небес. По ней они живут. Это основа и фундамент их веры. Есть христианство без Библии? Да, запросто. Есть христианство без Нового Завета? Да, конечно. Потому что христианство — это что? Это церковь, которую создал Господь Бог, врата Адова, которую не одолеют, и которая есть тело Его. А мы — часть этого тела. Господь — глава, а мы — руки, ноги. Все остальное. Важен текст Священного Писания для нас. Но что важнее? Дух Святой, который обоживает каждого из нас, который наставляет каждого из нас на истину. И мы исполняем таким образом волю Божию о нас, которые желают всем спастись и перейти к познанию истины. Потом, через десяток лет, появляется Евангелие Матфея, Марка, Луки. И уже к концу 90-х годов появляется Евангелие от Иоанна. Раньше всех появляется послание апостола Павла. Это сам первая книга Нового Завета. И где-то к IV веку только эти книги официально собираются в единый корпус. Книг Нового Завета. Церковь решает, что из всех тех текстов, которые были подписаны названием Евангелие или послание того или иного апостола, является действительно аутентичным, соответствующим Духу Святому, которым церковь живет. Достаточно много времени прошло. И люди, которые толковали эти тексты, они и жили Писанием. Они святые. И для того, чтобы самому что-то понимать в этих текстах, надо самому быть в соавторстве с Духом Святым. Он автор этих книг. Апостолы, соавторы, как буквально по-гречески не пишется, Евангелие от Матфея или Марка. Пишется по Матфею, по Марку. Это благовестие Господа Бога нашего Иисуса Христа, которое в интерпретации Марка, Иоанна или Луки изложено для каждого из нас, для того, чтобы мы могли что-то почитать о Христе, о жизни первохристианской общины и решать те проблемы, которые возникают здесь и сейчас, но были решены еще в I веке апостолом Павлом в тех общинах, которые он создавал. Поэтому надо плавать в Писании, знать, прочитать все, что вы знали, что существует в библиотеках, в интернете, пересмотреть огромное количество толкований. Одного автора, второго, третьего, пятого, десятого прочитать, может быть, даже в оригинале греческий текст, чтобы там видеть какие-то нюансы. Тогда уже можно что-то самому и не то что придумать, а видеть. Вот эту фразу мы из контекста выдирать не будем. Означает она тот и тот, потому что я вот припоминаю еще в апостоле Павла так сказано, у Якова так, у Луки так. Вот это все в совокупности дает нам правильное представление о жизни. Поэтому я бы порекомендовал бы вам остерегаться какой-либо от себя тяны, чтобы не наговорить чего-то умного, благоразумного, что в виду Духом Святым совершенно не имелось. Желаю вам пребывать в Духе Святом, для того, чтобы понимать все правильно, все то, что написано им через апостолов, правильно, богодухновенно. Поэтому читайте, читайте, еще раз читайте, не забывайте про толкование. На портале Экзегет огромное количество замечательных авторов толкуют и письменно, и в видеоформате все библейские тексты. Ты глядишь, там за несколько десятков лет вы все это прочитаете, осмыслите, и сможете уже безошибочно, безгрешно, без догматических погрешностей и отступлений. Так или иначе, что-нибудь добавить даже от себя. Может быть, вам Дух Святой откроет как-то. Скорее всего, открыл еще полторы тысячи лет назад к кому-либо, какому-либо святому, но вы просто труд его не прочитали. Вот, собственно, и весь секрет. Чем больше будете читать, тем больше он будет открываться. Видеть, как много было уже открыто, и стучаться в открытые двери совершенно было необязательно. Поэтому я просто желаю вам правильно использовать текст Священного Писания в своей жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok